Сейчас будем разбираться в очень интересной теме, как крестят детей. У нас уже для этого в студии появился священник Алексей Язев. Доброе утро. Доброе утро, Алексей. Приветствую вас. Давно вас не было в программе. Давно. Да, это приятно. Давайте начнем, наверное, с вопроса, зачем вообще крестить детей? Откуда это пошло и как на сегодня эта вот ситуация? Ну, откуда пошло? От Господа нашего Христа. Соответственно, если я идентифицирую себя как православного христианина, то я понимаю, что и мой ребенок тоже должен быть в сопрящен церкви. Причем это нужно сделать не так, как мне хочется. Ну, там, допустим, дома из чайника полил и все. А так, как говорит об этом церковь. То есть мне в идеале нужно дойти до ближайшего храма, поговорить с батюшкой, если чего-то не знаю, узнать и тогда уже крестить. Хорошо. Говорят, что процедура крещения в разных храмах, она отличается. В каких-то храмах приглашают, например, на собеседование крестных, которые играют не последнюю роль. Где-то это отсутствует у всех по-разному? Могу сказать, как происходит это в том храме, в котором служу я. Естественно, уже много лет по благословению святейшего патриарха Кирилла должно проходить оглашение, то есть подготовка. Мы должны понимать, насколько родители вообще понимают, куда они пришли, зачем и что им за это будет. Естественно, минимум две встречи должно быть с родителями. Где-то их две, где-то одна, где-то четыре, где-то пять. Вообще древняя традиция говорит о том, что три года раньше готовили к крещению. Но сейчас мы немножко сократили время, и поэтому вот лично я обычно ограничиваюсь двумя-тремя встречами с и родителями биологическими ребенка, и с его крестными. Что на этих встречах происходит? Мы пьем чай и разговариваем. Иногда ругаемся. Ругаетесь? Конечно. По поводу? Вы знаете, раньше была претензия лет пять назад, вы крестите за деньги. А сейчас претензия, вы не хотите крестить за деньги, вы хотите с нами разговаривать. Да нет, не ругаемся, конечно, драк не было. Но дело в том, что зачастую человек приходит в церковь с некой конструкцией, которая очень далека от православия. И пытается мне сказать, что крещение на самом деле это для того, чтобы ребенок не болел. И все. И никаких несчастья. И никаких несчастья. Я говорю, слушай, давайте я расскажу историю своих четырех сыновей, чего там только не было. Крещение это не про не болеет. Это не про то, что будет слушаться и будет хороший мальчик или девочка. Это немножко по-другому. Это про душу человека. А это очень такая интересная тема. Она огромна, безбрежна. И в самый долгий период у меня подготовки к крещению был почти два года. Девчонка одна, студентка готовилась, юристская, дай бог ей здоровья. Но она прям четко за это взялась. Ходила на службу, читала книжки. Сначала я встречался с ней на Горького, где служил. Потом меня перевели в Емельянова. Она в Емельянова стала ездить. Покрестила ее в конце концов. Слава богу, все хорошо. Вот об этом вопрос. Получается, взрослых людей тоже можно крестить. Это никакая не проблема. То есть не только с самого раннего возраста, но и взрослый человек осознанно может прийти в церковь. Я вам шепотом скажу, я в 33 года сам крестился. Может. А если родители не крещеные, но хотят покрестить ребенка? А вот с этим нужно разбираться. Дело в том, что крещение детей происходит по вере родителей. Родители должны засвидетельствовать свою веру священнику. Но дело в том, что здесь нет одних и тех же схем, которые прилагаются одновременно ко всем. Ситуации тысячи. И вот как раз для этого священники сидят в храме. Для того, чтобы подсказать, рассказать, наставить, от чего-то уберечь. Поэтому все в храм, священники, как правило, не кусаются. Что необходимо для крещения? То есть вот помимо того, чтобы встретиться, обсудить. Далее какой процесс происходит? Подготовка духовная. Прежде всего, родители в идеале должны сходить на исповедь, причаститься. То есть приготовиться не внешне, там полотенчик купить, там крестик, а внутри себя сделать все правильно. Ведь они же православные вроде как. И поэтому ресторан можно потом заказать. Да можно вообще без него обойтись. Еще раз повторю. Неважно по сути, какой у меня полотенчик и из чего сделан крест моего ребенка. Важно, какое сердце я принес в храм в себе в момент вот этого великого таинства. Угу. Какого возраста? Вы знаете, здесь традиции русских говорят о том, что обычно это после 40-го дня. Почему мама может присутствовать при крещении? Мои коллеги-священники зачастую крестят детей, когда приносит их матушка домой. На второй-третий день. Нужно понять, зачем нужно крещение. Не для того, чтобы крестик носить. Церковь может молиться о человеке, и человек может причащаться. Самое главное. Своих двух мелких я уже был в церкви, мы крестили после 40-го дня. Угу. Если человек крещен был в юном возрасте, он потом повзрослел и понял, что хочет, например, поменять веру, да? Бывали такие случаи? Конечно. Ну, то есть это же выбор... Да, это личный выбор человека, и осуждать его за это нельзя. Это какая-то такая личная духовная катастрофа. Предвосхищая вопрос, скажу, что процедуры раскрещивания, как ее некоторые называют, не существует. Это вот некий досужий мысль из курилки, ну, ПТУ какого-то там очень такого необразованного субстрата. Поэтому, если человек понимает, что идеалы христианства для него далеки, ну, наверное, просто надо снять крестик, положить в шкаф, ну, и когда-нибудь к этому вернуться. Ну, и книжки начать читать, самое главное. Мне кажется, мы все видели, ну, или кто крещеный знает, как происходит этот процесс, да? Видео есть также... Таинство, таинство, таинство. В интернете есть, да? А ребенка окунают, потом достают. Расскажите подробнее про этот процесс. И вот еще мне интересует такой вопрос. Иногда я натыкалась на такие видео довольно, ну, грубого, так скажем, характера, когда ребенка прям вот не щадя, так скажем, он еще совсем младенец, а его прямо вот окунают. И так это все как-то происходит. Это нормально или так не должно быть? Ну, если, с вашей точки зрения, это ненормально, то тогда я тоже ненормально поступал. Недавно, ну, год назад крестил ребеночка, как раз он такой маленький-маленький, говорит, вот церковленные ребята, и купель ему такой, раз, вот туда, раз. Конечно, если есть возможность, и купель позволяет, то речь должна идти о полном погружении. Полном погружении. Но иногда вот ребенок приходит, он вот, как ваш коллега, ну, как я его в купель запихну? Тогда приходится решать вопрос по-другому. Есть храмы, кстати, где, есть бапсистерия, это большие купели ведь креста, как раз для крещения взрослых людей. Полным погружением. Можно крестить на реке, кстати. Вот. У меня не было такого опыта, но вот у знакомых, они были в скиту, там вот крестили его прямо в мане. Двух ребятишек, двойняшек. Сам процесс как происходит? То есть это... Вы знаете, по-разному происходит. Дело в том, что, когда крестишь ребенка своих прихожан, вот церковленных людей, это всегда праздник. Во-первых, он маленький, ему сфор огней, он спит в основном. Вот. Когда ребенок ближе к году, естественно, он всячески выражает свое несогласие с процессом. Вот, категорическое. Но, еще раз повторю, здесь очень много зависит от того, как родители приготовились с церковной точки зрения правильно к этому процессу. И вот зачастую, может быть, я наговариваю на родителей, но когда родители так спустя рукава к этому относятся, там ребенок до такого жару дает. Вот. Иногда крещение затягивается. Ребенку нужно поесть. Ну, вот в процессе, вдруг есть захотел, ну, конечно, давайте, ну, или еще что-то там, физиология. А вот иногда крещение длится по полтора часа. Ну, вот просто, ну, вот надо ему сейчас другим заняться. Мы стоим, ждем, ну, что делать. Бывает. Кстати, про несогласие. Вот многие родители, по крайней мере, сейчас я стала слышать, что они не хотят крестить ребенка маленького, потому что он не может выразить свое мнение. Мол, вот он подрастет, сам выберет веру, сам решит и... Прекрасно. Скажите, пожалуйста, вот у тех первоклашек, которые пошли буквально на днях, в школу кто-то спрашивал? Да. В эту он школу хочет или в другую? В другую, да. Понимаете, если бы вот эта формальная логика должна быть распространена на все. Не учи своего ребенка говорить спасибо бабушке за подарок. Вырастет, сам разберется. Не отдавай его в школу. Это насилие. Школа, это насилие страшное. Тогда не нужен спорт, не нужна музыкалка, художка. Дело в том, что если я ответственный родитель, я должен попробовать сам. И если это доброкачественно, я должен отдать это до ребенка. И понудить его ходить в школу. Это же касается не только интеллекта, но и души. Если я как родитель понял, что православное христианство это гуд, то я и должен своему ребенку сказать, слушай, я за тебя отвечаю до 17 лет, я говорю, что это гуд. Вы знаете, двое моих старших детей ходили в музыкалку. Один на скрипку, второй на флейту. В лет 8-9, когда мы их отдали, они не проявляли еще своего недовольства, а через пару-тройку лет они говорят, зачем нам это надо? Мы лучше гулять пойдем. Они начали то флейту спрятать, то струны породные. Лет в 14 вдруг до них дошло, что можно сказать, а мы не хотим. Папа, можно мы не хотим? Ну, конечно, не хотите, я вас возить не буду. Пять лет прошло, хватит. Так вот, лет до 18-ти, до 17-ти их грыз вот эта червь, зачем мы это делали? И вдруг, о чудо, когда они решили, что они рок-звезды, и создали свою группу, они начали играть на все. Абсолютно. Барабан, баскетаж, все. Школа была уместна. Да, школа была уместна. Поэтому вновь скажу, если я ответственный ребенок, я должен попробовать сам и понудить к этому своего младенца, своего ребенка. Я, как родитель, отвечаю за него. И это касается не только интеллекта, не только тела, но и души. И именно поэтому происходят встречи со священником. Не потому, что у меня есть огромное количество времени для того, чтобы я просто-таки его тратил. Я обязан донести до человека мысль, что выгодоприобретателем данном таинстве является ребенок. И мы должны делать так, чтобы было хорошо ребенку, а не его родителям. Пусть так и будет. Аминь. Алексей Язев был у нас сегодня в гостях. Спасибо большое. Пожалуйста. Всегда приятно, подробно, красиво. Продолжаем эфир.